Уважаемые коллеги, итак, мы сегодня будем вести разговор о тублопатиях. Это патология, которая, я постараюсь сегодня вас убедить, не является крайне редкой. Следующая форма — это болезнь синдром Фанкони-Дебре-Детони или болезнь трех старцев. Я очень хорошо помню, что болезнь трех старцев Михаил Павлович Матвеев, когда читал лекции по нефрологии на кафедре педиатрии Ерманко, я обучался нефрологии именно на этой кафедре, впервые проходил усовершенствование двухмесячной циклы, и вот он говорил об этих болезнях трех старцев, когда в 1936-1937 годах одновременно три европейских ученых, австриец, венгр и итальянец, они вот описали эту болезнь. В основе заболевания лежит тоже нарушение функции канальцев, но не только фосфаты, но нарушаются аминокислоты, аминацидурия развивается, глюкозурия, фосфатурия, теряются бикарбонаты и развивается акцидоз, теряется калий и развивается гипокалимия, теряется натрий и вода, развивается полиурея. Варианты сочетанного поражения бывают, например, аминофосфатный диабет, глюкоаминофосфатный диабет, глюкофосфатный диабет с бикарбонатом, то есть количество вот этих вариантов при этой патологии, оно бывает достаточно различное. Как правило, эти дети отстают в росте, у них возникают рахитические деформации костной системы. Ну, по моему глубокому наблюдению, если при фосфатном диабете 85-90% варусной деформации, то здесь 70-80% это тяжелые вальгусные деформации. При таком нарушении гомеостаза, когда имеется снижение фосфатов, аминокислот, ацидоз, гипокалимия, конечно, возникает мышечная гипотония, развивается тяжелый рахит, остеопороз, полиурия, ацидоз и так далее. Генетические варианты синдрома Фанкони, они вот описаны в 2020 году, смотрите, работа, раз, два, три, четыре, пять возможных вариантов, изучены наследственность, гены, которые определяют эту патологию, белки, которые реализуют эти те или иные нарушения. Вот 2020 год, в начале года было, значит, пять вот этих форм болезни синдрома и болезни, простите, Фанкони до Бредетони. В то же время возвращаюсь я вот к этой классификации европейскому регистру. Синдром Фанкони уже конец 2020 года, начало 2021 года, девять типов. Девять типов возможны тех нарушений, которые возникают при нарушении, при изменении функции канальцев, реабсорбируется там достаточно большое количество. Больной, тяжелые дети, страдает не только гомеостаз, но и самочувствие. Диагноз ставится на основании клинического осмотра, рентгенографии нижних конечностей и, конечно же, тех параметров, о которых мы с вами говорили. Смотреть уровень фосфатов в крови и в моче, смотреть уровень кислотно-челочного состояния, кислотно-челочного баланса, уровень калия в крови и в моче, причем подсчитывается, повторяю, и клиренс, и реабсорбция. Смотреть надо щелочную фосфатазу, метаболизм витамина D и так далее. Ну вот картинка очень характерная. Ребенка с полной формой болезни Фанкони-Демреа-Детони – это клюкоаминофосфатный диабет с ацидозом и гипокалимии. Вы смотрите, какие тяжеленные рентгенологические изменения. Остеопороз имеется, тонкий кортикальный слой, большое количество поднадкосничных переломов, это все видно, широкая метафизарная зона, остеопороз. И вот эта тяжесть, этого состояния делают этих детей страдальцами, и поэтому они имеют инвалидность, и, как правило, это очень тяжелые дети, требующие большого внимания в плане обследования и лечения. Лечение синдрома Фанкони-Демреа-Детони, сразу скажу, задача очень сложная. Она сугубо индивидуальна в зависимости от тех нарушений, которые есть у этого ребенка. Но, как правило, назначаем мы витамин D для того, чтобы усилить процесс реабсорбции фосфатов и нормализовать фосфорно-кальциевый обмен для того, чтобы снять тяжелые проявления рахита. Назначаем раствор фосфатов. Конечно, идет очень сложная задача для решения потери электролитов, особенно коррекции ацидоза, гипокалимии, белковой недостаточности. Конечно, хотелось бы этих больных оперировать, но этих больных не берут на операцию, потому что у них очень большие нарушения гомеостаза, наркоз на фоне гипокалимии, на фоне ацидоза – это коррегируется все достаточно плохо. И самое главное, что при этой форме развивается тубленно-терсиальный процесс, развивается почечная недостаточность, хроническая болезнь почек, и дети, как правило, долго не живут. Описаны случаи смерти в 35-45 лет. Больше почек не хватает. Они все эти больные, как правило, при полной форме погибают. При неполной форме живут достаточно долго, но требуют коррекции и индивидуальный подход каждому такому больному. Ну, несколько слов скажу вот об этой Вере Исаевой. Ей 16 лет. Это тоже фотография из прошлого. Она из Ульяновской области. У нее полная форма болезни Фанкони де Бреда Тони. Тяжелая очень форма. Ей очень тяжело ходить. Она, тем не менее, работала почтальоном. И она приезжала 2-3 раза в год в нашу клинику, несмотря на то, что ей было уже 17-18 лет. Мы ее обследовали, мы ее лечили каким-то образом. Все это коррегировали. Это было очень давно. И поэтому я сделал шаг. В то время я был народным депутатом России. Я договорился и отправил ее в одну из московских клиник с тем, чтобы ее поставить на очередь на трансплантацию почек. Но это были те годы, где эти вопросы решались тогда еще не так легко. Я позволю себе сказать так, как сейчас. Возможности, конечно, трансплантации совершенно другие. Она приехала через 3-4 месяца из Москвы. Никто ей в вопрос о трансплантации не стоял. Она, девочка, погибла где-то в возрасте 32-34 года на фоне хронической болезни почек, тяжелейшего тублоинтерсального нефрита, заричного пилонефрита и так далее. Синдром Фанкуни уже не просто Дебрадеттони, а синдром Фанкуни, как аминофосфатный и глюкоминофосфатный диабет, полный-неполный, он может быть вторичным. И вторичный встречается значительно чаще, чем первичный. Целый ряд заболеваний могут дать это состояние. Цистеноз, тирозинемия, болезнь Бельсона-Коновалова, синдром Лоу, интерстициальный нефрит тяжелый, врожденные пороки почек типа дисплязии, злокачественные опухоли, митохондриальная цитопатия и многое другое. Наиболее часто мы с вами можем встретиться с вторичным синдромом Фанкуни тогда, когда мы видим побочные действия от некоторых лекарственных препаратов. Их достаточно много. Тетрациклин, аминокликозиды, шестмеркаптопурин, лечение многих гематологических заболеваний, препараты дают побочные действия в виде вторичного синдрома Фанкуни. Примером является вот синдром Фанкуни, который развился у мальчика Димы. Он жил в Татарстане. Он приехал в клинику, мы обследовали его, поставили синдром Фанкуни, потому что у него была гипокалемия, метаболический ацидоз, гипофосфатемия, витамин дорезистентный рахид. Вы видите, какие тяжелые были у него деформации. И он получал лечение, то, которое мы могли по коррекции этих нарушений. Но в 11 лет у него выявлены признаки нарушения функции печени, которые прогрессировали. Решили, что это не случайно. Такое сочетание обследовали в генетическом центре и был легко установлен диагноз тирозиномия первого типа. Это аутосомно-ритерсивное заболевание, печеночно-почечная тирозиномия, которое связано с повышением уровня тирозина в сыворотке крови. Выделен фермент, который располагается на длинном плече 15-й хромосомы. Обнаружено более 37 мутаций этого гена. В основном поражаются печень, почки, периферические нервы. И есть препарат, который можно применять и в какой-то степени нормализовать уровень тирозина, чтобы не было его такого токсического действия. Он начал получать арфодин достаточно поздно, где-то уже после 14-15 лет. Получал 6 лет с некоторым положительным результатом, но к тому времени, когда начали применять арфодин, у него уже были тяжелые необратимые изменения со стороны почек и со стороны печени. Поэтому он погиб в возрасте 24 года, и спасти его, к сожалению, не удалось. Еще одна больная – Настя. Насте 3 года. Она до 3 лет наблюдалась по поводу перинатального повреждения центральной нервной системы. Она отставала в психомоторном развитии. Она наблюдалась только у неврологов, и никакой другой патологии у нее не выявляли. Но когда в 2,5 года заметили деформацию головки, деформацию нижних конечностей, педиатр заподозрил серьезную патологию и сделали рентген, и направили ее на консультацию ко мне. И когда я смотрел, то у меня вопрос о том, что это резистентный рахит, он не возник. Ну, может быть, в сочетании с перинатальным повреждением центральной нервной системы. Но когда я спросил маму, значит, вы ко мне придете после обследования буквально через месяц или полтора. Она говорит, нет, мы не сможем прийти, потому что мы идем сейчас на операцию, у нее катаракта обеих глаз, и надо оперировать в Республиканской больнице в актомологическом отделении. И тут я сразу понял, что мы имеем здесь синдром ЛОУ, околоцереброгенальный синдром. Это двусторонняя катаракта, глаукома, общая мышечная гипотония, снижение рефлексов, тяжелая умственная недостаточность. Это целеопатия с нарушением функции, так сказать, канальцев, синдром ЛОУ. Тут же мама сказала, как получить инвалидность. В течение короткого времени, да еще до операции по поводу катаракты, я оформила инвалидность. Мама больше не появлялась, потому что она сказала, что мне важнее получать деньги, чем ходить к вам на обследование. У девочки врожденная патология, вы все равно ничего не сможете сделать, я хотя бы получать буду пенсию. Поэтому вот уже прошло лет, наверное, пять. Судьбу этой больной я не знаю, но мне очень хочется найти, поэтому я все-таки не теряю надежды найти эту больную, с тем, чтобы посмотреть, чем закончила и как у нее протекает это заболевание. Синдром ЛОУ встречается очень редко. Видите, катаракта на глазах видна. Частота один случай на 500 тысяч новорожденных. Это целиопатия, недостаточность фермента, установлено фосфатидил и назитол 5-бисосфонатфосфат. Он определяет транспорт целей. И помимо катаракты и глаукомы, у них почернительулярный ацидоз и синдром Фанкони хронический. Вернее, синдром Фанкони канальцевой нарушения и хроническая почернедостаточность. Как правило, костные нарушения усиливаются, кифоз, сколиоз, артропатия. Поэтому я думаю, что продолжительность жизни на фоне почернедостаточности у них не бывает достаточно большой. Еще одно состояние, о котором я не могу не сказать, это третья патология, о которой мы ведем разговор, касаемо тублопатии. Это почечный тубулярный ацидоз. Контроль за кислотно-щелочным балансом почки осуществляют двумя механизмами, как мы знаем. Первый дистальный механизм – это процессы ацидоаммониогенеза. Моча, соответственно, кислая, когда выделяются аммонии и ионы водорода. И вот при дистальном типе ПТА нарушается выделение ионов водорода, процессов аммониогенеза. В итоге моча становится щелочной, а в крови гиперхлоремический, метаболический ацидоз. На фоне хронического, длительного, упорного, тяжелого ацидоза идет абсолютно быстро, очень быстро процесс развития остеопороза, вымывание солей из кости, развивается деформация скелета, развивается нефрокальциноз. Это самая тяжелая форма. Она встречается относительно редко, но, наверное, больных где-то около десятка с лишним. Я в своей жизни таких больных видел дистальным типом. Дети страдают вторичным пилонефритом, у них развивается тяжелый нефрокальциноз, и лечение, соответственно, сугубо индивидуально у каждого больного. Есть максимальный тип, который встречается реже. Это нарушение реабсорбции бикарбонатов. Это не самый главный компонент патфизиологической коррекции или состояния кислотно-человечного баланса, но, тем не менее, при нарушении реабсорбции бикарбонатов изолированным, это достаточно благоприятная форма, она корригируется очень часто дистальными процессами, которые касаются ацидоаммониогенеза, если они не повреждены. Вот, то тогда максимальный тип протекает достаточно благополучно, но очень часто у больных бывает нарушение ацидоаммониогенеза в дистальных канальцах и в максимальном канальце. Процесс этот, почечный таблиарный ацидос, достаточно хорошо изучен. Я, опять-таки, не углубляюсь в дебри патфизиологии и генетики, но могу лишь сказать, что четыре типа написаны в 2020 году. Дистальный почечный ацидос первого типа с глухотой и без глухоты. Дальше метаболический ацидос, соответственно, дистальный и проксимальный, разные типы, в зависимости от типа наследования, от ассомно-доминантной, от ассомно-рецессивной. Известен место расположения гена, известен ген, известны белки, и клиника, она достаточно отличается от этих больных. Это тяжелая патология, чаще всего. Ну и на сегодня, если мы вернемся, опять-таки, к тублопатиям, в 2020 году, я сказал, вот описаны четыре формы, а вот уже европейский регистр, посмотрите, выделяет почечный канал, ацидос 10 типов. Сейчас в некоторой растерянности, потому что я нашел только то, что существует 10 типов, но чем отличаются эти типы, пока вот работы я не нашел, потому что это июнь 2021 года. То же касается почечно-атрубулярного ацидоза. Диагностика не сложна. Что характерно для дистального типа? Гипоизостонурия. Низкий удельный вес – тысячу два, тысячу три, максимум тысячу пять. Декомпенсированный ацидоз. Отставание в росте. Нефрокальциноз, гиперкальциурия. Вот эти характерные признаки, они позволяют заподозрить на первичном даже приеме врачу, потому что, когда вы видите анализ мочи, вы видите в одном анализе мочи тысячу два, во втором анализе у вас тысячу пять, то вы должны подумать о возможности нарушения функции концентрирования и с чем это, так сказать, связано. Примером вот такого неправильного подхода к ним, к этим больным. Вот пример, смотрите. Ребенок восемь месяцев, вялый, рвота, плохо ест, встает, значит, в физическом развитии. Цвет мочи желтый, прозрачность неполная, удельный вес тысячу пять, PH восемь, в свежей моче сделали белок отрицательный. Врач пишет, существенных отклонений в моче нет. Неправильно. Есть очевидное нарушение функции почек даже при этом общем анализе мочи. Снижен удельный вес, надо повторять, надо посмотреть те анализы мочи, которые делались раньше этому ребенку. И щелочная моча. По сути дела, по этим двум признакам можно поставить предварительный диагноз. Дистальный тип табулярного ацидоза под вопросом, как следствие нарушения функции канальцев. А дальше ребенка надо уже обследовать, посмотреть, ведь он же страдает, он же вялый, остается в физическом развитии, рвота, плохо ест. Смотреть ацидоз, смотреть функции канальцев и все параметры, о которых мы говорили, для всех вот этих резистентных форм рахита. Как правило, это сопровождается гиперкальциурией, тяжелыми костными проявлениями и тяжелым вторичным рахитом. Как правило, больные бывают это разного раннего возраста. Но я запомнил на всю жизнь Сережу Гадалина. Сережа Гадалин появился, это где-то было лет, наверное, уже 15, наверное, там, может быть, 20 тому назад. Он лечился в Иркутске в нефрологическом отделении по поводу гематурии. У него был диагноз гематурическая форма гламирования нефрита, он лежал там два месяца. И потом, как-то они по интернету нашли, видимо, и мальчик приехал к нам в клинику. При обследовании удельный вес 13006, декомпенсированный ацидоз, дефицит оснований минус 6,8, даже больше было у него. Кальций в моче, смотрите, 4,6 миллиграмм на килограмм, допускается не больше 2 миллиграмм на килограмм в сутки. Нефрокальциноз, смотрите, обзорный снимок, нефрокальциноз на обзорном снимке, поэтому моча, моча, я сказал уже, так сказать, щеночная, диагноз почвенитумулярный ацидоз, дистальный тип, диагноз ему поставили, и он вернулся в Иркутск. Больше я судьбу этого ребенка не знаю, но он так у меня остался в памяти, тоже как ребенка, которому поставили диагноз достаточно поздно. У него уже был вторичный пилонефрит на этом фоне, то есть ребенком этим надо заниматься. Игломелонефрит, конечно, все-таки удельный вес 1000-3006, надо подумать, почему, что и как. Лечение почвенитумулярного ацидоза задача непростая, сугубо индивидуально назначается лечение, диета с уменьшением белка, с уменьшением кальция, индивидуальную дозу витамина D от 5-8 до 15 тысяч, и, конечно, коррекция ацидоза, что является непростой задачей, потому что на сегодня коррегировать ацидоз бикарбонатом натрия достаточно сложно. Есть препарат трометамол старше года, цитофлавин, лактосол и так далее. Ну, я вот отошлю вас к статье профессора Типаева в журнале «Педиатрическая фармакология» в 2016 году была опубликована его статья по метаболическому ацидозу, диагностику и лечению. Очень хорошая статья. Для нефрологов она представляет большой интерес, но там они все-таки из препаратов для коррекции ацидоза в основном рекомендуют раствор бикарбоната натрия, хотя вы сами понимаете, что это можно делать не постоянно, а только эпизодически. В профилактике лечения нефрокальциноза и пилонефрита у этих больных оно тоже проводится сугубо индивидуально. Нефрокальциноз – это тема особого разговора, и почечный табулярный ацидоз является одной из причин нефрокальциноза. Чаще всего уровень кальция в крови дает генерализованный характер повреждения органов и тканей, и надо сказать, что клинические проявления нефрокальциноза, они, смотрите, вон какой перечень их, это почечные колика, гематурия, и инфекции мочеводящих путей, полиурия, полидепсия, протонурия и так далее, и так далее. Повторяю, что нефрокальциноз – это тема особого разговора, сегодня мы об этом не будем говорить, но просто на УЗИ это часто достаточно встречается, и мы на это должны помнить и обращать внимание. Ну и последняя нозологическая форма, о которой я сегодня хочу сказать, эта форма не относится к группе тубулопатий, это витамин D-зависимый рахит, зависимый, там был резистентный, здесь зависимый рахит, или это псевдодефицитный рахит. Можно его назвать рахитом эндогенного генеза или гипокальцимический рахит типа Прадера. Вы видите, сколько названий у этого заболевания. Заболевание связано с недостаточностью фермента альфа-гидроксилазы, который превращает в процессе метаболизма витамина D образования почечного, самого главного метаболита 1,25 диоксия витамина D. И поэтому, по сути дела, можно давать очень большие дозы витамина D, но главного метаболита, который определяет весь спектр влияния витамина D, холикальциферола, на все звенья метаболизма у человека, на профилактику многих заболеваний, на иммунитет и многое другое, это все связано с действием, во-первых, 1,25 диоксия витамина D, главного метаболита, который образуется в почках и во всех других органах, а также есть второй тип рефракторность рецепторов витамина D в органах-мишенях. Это тоже касается нарушения метаболизма витамина D. Рискну показать вот эту картинку метаболизма витамина D, известную, образование под влиянием солнечных лучей или с пищей реже образуется холикальциферол, который идет в печень, как я уже говорил, образуется 25 окси витамин D, потом этот метаболит идет в почки и образуется 1,25 диоксия витамин D. Вот этот фермент, который превращает 25 в 1,25, он нарушен, и поэтому полноценного метаболизма витамина D не получается, ну и страдают, конечно, при втором типе витамин D рецептора. Тяжелый рахит возникает деформация нижних конечностей, отставание психомоторного развития у этих детей развивается. Витамин D зависимый рахит это 4 типа его выделяют в зависимости от тех нарушений, которые возникают, связано ли это с альфа-гидроксилазой и нарушением образования 1,25 диоксия, или с рецепторами, которые мутации в гене-рецептора витамина D и которые не реализуют влияние метаболитов витамина D на уровне органов и тканей. Поэтому первый тип 1А и Б это обычный тяжелый рахит с оставанием психомоторного развития, а типа 2 это тот же рахит, но у этих детей возникает всегда лапеция. И вот на фоне, если вы видите, видите ребенка с лапецией, можно подумать о витамин для зависимого рахита. Это тяжелейший рахит, тяжелейший рахит рентгенологический, клинический. Вы посмотрите рентгенологический на средней картинке. На средней картинке по сути дела эпифизарных, метафизарных зон нет, все представлено хрящом, только диафиз, дисплязия шейки бедренных костей, головки бедренных костей отдельно от бедренных костей. Переломы, смотрите, и, конечно же, ребенок в очень плохом психомоторном развитии, костной деформации у ребенка, очень часто бронхолигочная патология присоединяется и так далее. Дифференцировать надо с врожденной ломкостью костей, потому что, смотрите, вот сейчас перелом вот этой кости бедренной и на этом снимке тоже вот подноткостничные переломы у этих больных были очень часто. Ну и сама структура кости, вы посмотрите, она из-за отсутствия статической нагрузки, она не имеет характерной для кости структуры ячеистестроения, видите, гомогенная, не так, как бывает у здоровой кости, кортикальный слой, ячеисте характерная, микроархитектоника характерная и так далее. Вот это тяжелейший рахит на фоне витамин-дезависимого состояния. Вот девочка Аделия, полтора года ей витамин-дезависимый рахит первого типа, посмотрите, какие тяжелые рахитические изменения со стороны нижних конечностей и со стороны лучезапястных суставов. Отставание есть зон роста. Это Адель, вот она на фоне лечения, это ей было полтора года, а сейчас ей три года, два месяца. Она уже стоит, у нее значительное улучшение, смотрите, кости, смотрите, какая появилась плотность, метафизарные зоны стали зарастать, критикальный слой появился, правда, остались еще переломы. И вот изменения, характерные для витамин-дезависимого рахита, варусная деформация нижних конечностей с максимумом искривления в нижней трети, как бы подвернуты эти кости в нижней трети голени. Вот это является характерным для витамин-дезависимого рахита. Вот на снимке тоже видно, тяжелый ребенок, он лежит на деформации в нижней трети, они появляются деформации тогда, когда ребенок начинает вставать, когда начинает ходить. Диагностика не сложна, это искривление нижних конечностей, отставание психомоторного развития, мышечная гипотония, гипокалицемия, тяжелейший рахит и, как правило, бронхолигочная патология. Вы смотрите, вот ребенок выздоравливает после витамин-дезависимого рахита, характерное искривление в нижней трети. И здесь такая же картина. Они близнецы, и вот у них поставлен диагноз витамин-дезависимый рахит. Лечение полноценное питание, метаболит витамина D, оксидевит или альфа-кальцидол вместе с умеренными дозами витамина D6, 8 тысяч международных единиц, препараты кальция и профилактика респираторных заболеваний. Вот тут я хочу сказать о том, что эти дети все раньше погибали от бонхолигочной тяжелой патологии. Я вспоминаю, кто-то, может быть, из людей старшего поколения вспомнит, в России была профессора Заболудовская, она была знаменита тем, что она изучала бонхолигочную патологию при рахите. И вот эти тяжелые формы рахита, в частности, вероятно, это был витамин D-зависимый рахит, они наблюдались и говорили, как о том, врожденные формы рахита, что эти дети погибают. Все эти дети погибли бы, если бы не было вот этого нового препарата альфа-кальцидол или оксидивид. Вот тут я попытался представить, чтобы вы четко понимали, сейчас мы применяем эти препараты и при фосфатном диабете, и при витамин D-зависимом рахите. Вот блок при этом заболевании. 25-окси не превращается в 1-25-блок. Нет этого фермента, можно залить ребенка витамином D, 25 будет образовываться, главного метаболита не будет и не будет влияния на рецепторы. Таким образом, вот этого главного метаболита нет. Как решили подойти к лечению этих больных? На фармпредприятии к молекуле холикальциферола в первом положении присоединяется гидроксильная группа OH и получается соединение 1-альфа-OH. Это и есть оксидевит альфа-кальцидол. Когда этот препарат поступает в организм ребенка с витамин D зависимым амрахитом, он, как и все метаболиты и препараты витамина D, идет в печень, а печень делает свое дело. Она в 25-м положении присоединяет гидроксильную группу и получается в итоге 1-25-диокси витамин D. Только первое OH гидроксилирование произошло на заводе, а во второе гидроксилирование в 25-м положении произошло в организме человека. Таким образом, создание этого процесса, образование этого альфа-кальцидола или оксидевита, это вообще наверное должно быть приравнено как просто к удивительному совершенно явлению гидроксилирование. И вот эти процессы, которые сейчас делают фармакологи создание таких препаратов, это очень важно. Эти дети, в частности вот эти больные, две сестры, они на фоне этого препарата, как раз он нам поступил в то время, еще жив был Владимир Борисович Спиричев, он нас снабдил этим альфа-кальцидолом, это были первые, 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 первые партии этого препарата. И буквально через 3-4 недели от начала лечения этим препаратом девочки встали, стали двигаться и, ну, к сожалению, поскольку они были очень тяжелые, мама бросила этих девочек, они лежали с папой и с папой они выписались в удовлетворительном состоянии. Потом папа тоже отправил в детский дом, но нашлась тетя, которая их взяла в семью опекунство и эти девочки, эти девочки, вот сейчас им, наверное, больше лет. Это снимки 3-4 лет недавности. Вот это девочки с тяжелым витамином D, зависимым рахитом, а это то, что сейчас есть. Конечно, в нижней трети есть небольшие деформации нижней конечности, они до настоящего времени получают оксидовид и маленькие дозы витамина D, живут в прекрасных условиях у тети на берегу Камы, их возят в музыкальную школу, они живут полноценной жизнью, и кто бы мог подумать, что вот витамин D, зависимый рахит, такое тяжелое состояние, где они должны были погибнуть вне всякого сомнения, благодаря вот этому препарату, они остались живы и практически сейчас здоровы. Дело в том, что вот эти метаболиты витамина D в сочетании с большими дозами холихолециферола дают очень хороший эффект. Это еще одна девочка, которая лечилась от витамин D, зависимый рахитом. Сейчас я так рискну сказать, человека 4 или 5 получают лечение. Это дети где-то до 7-8 лет, они сейчас в пандемии, я не веду клинический конструктивный прием, но они ко мне звонят, присылают фотографии, и я пытаюсь им в этом отношении помочь. Согласитесь, вот эта девочка с витамином D зависимым рахитом, а искривление нижней третьей, оно характерно, оно так и остается у этих больных. Прогноз при использовании этих больных благоприятный, причем он благоприятный по сравнению со всеми другими формами, тяжелых форм десентного рахита, о котором я говорил. Итак, резюмируя сегодняшний разговор, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, и рискну сказать, что, конечно же, диагностика этих больных представляет значительные сложности, что нужно изучение парциальных функций почек, что нужно изучение семейного анамнеза, нужно клиническое обследование и наблюдение за этими детьми. Но на большом вот таком, наверное, опыте наблюдения и лечения большого количества больных, я рискну сказать, что при даже первичном обследовании ребенка, когда мы осматриваем больного и смотрим легендарские снимки, можно поставить правильный диагноз. Смотрите, фосфатный диабет, гипофосфатомический всегда отставание в росте и вальгусная деформация нижних конечностей и только гипофосфатомия, других нарушений нет. Болезнь или синдром фанконе-дебредетоне, 90-80% вальгусной деформации нижних конечностей, раструбообразное расширение костей, тяжелые канальцевые нарушения индивидуальные у каждого ребенка, тяжелые отставания в росте, тяжелая болохолегочная патология, тяжелый рахит, инвалидность у этих детей, потому что они не могут двигаться, они не могут обеспечивать себе полностью обучение и требуют социальной помощи. Витамин-дозависимый рахит – это тяжелое рахитище с очень характерной рентгологической картиной, с искривлением в нижней трети и почный табулярный ацидос, о котором мы говорили, это гипоизостонурия, снижение удельного веса, щелочная моча. Таким образом, вот даже по этим первым признакам можно заподозрить то или иное заболевание, а потом уже в условиях нафрологического отделения или соматического отделения обследовать ребенка и далее, для того, чтобы поставить диагноз ему и помочь, насколько это возможно. И теперь несколько советов, которые я думаю, что я имею право вам дать. Первое. Рентгенография нижних конечностей, для того, чтобы оказать помощь этим больным, она показана при выраженных костно-хархистических изменениях, при всех и деформациях головки, при деформации нижних конечностей, причем при начинающихся деформациях, а не тогда, когда уже ребенке ноги колесом, и когда он уже действительно страдает, как инвалидность. Далее, очень важно обратить на физическое развитие. Оставание ребенка в физическом развитии, это не только направление к эндокринологу, хотя это тоже надо, это не только гипотезарный нанизм и гормоны роста. Очень часто большое отставание в росте вместе с костными изменениями является направлением наших мыслей для того, чтобы обследовать ребенка в этом направлении. Далее, неэффективность профилактических доз. Ребенок получает тысячу и даже две тысячи международных единиц. Арахит прогрессирует. Это говорит о резистентности к витамину Д. Ну и самое главное для нефролога сочетанию костных проявлений и появлении мочевого синдрома. Так бывает при синдроме Фанкони Д. Так бывает при почечном табулярном ацидозе. Таким образом, при подозрении на резистентный арахит нужна рентгенография нижних конечностей, определять надо фосфор, кальций и щелочную фосфатазу в крови, в моче, смотреть парциальные функции почек проксимальных канальцев, дистальных канальцев, подсчитывать клиренс или абсорбция фосфатов. Ну и, конечно, по возможности смотреть метаболизм витамина Д, обеспеченность по уровню 25 окси витамина Д. Каковы на сегодня проблемы диагностики и лечения? Проблем очень много. Как было 15-20 лет назад, так и до настоящего времени. Поздняя диагностика. Чаще всего говорят, ну что ж, рахит, у многих бывает рахит, со временем это проходит. До сих пор, пока не появятся большие деформации или не появится изменение страны мочевого синдрома, обследование не проводится в должном объеме. Ну, я могу напомнить только прошлую лекцию, когда я говорил о том, что тяжелые формы, скатерохиты, которые бывают, надо дифференцировать и с мышечной гипотонией у ребенка, х-образной деформации из болезни Блаунта, мы об этом говорили. Далее, вторая проблема, практически оценка парциальных функций почек не проводится. Удивительно то, что даже в нефрологических отдельных республиканских больниц клубочковая фильтрация, креатинин, остаточный азот. Ацедомониогенез не оценивается, процессы реабсорбции часто не оцениваются. И это вот очень важная задача, поэтому для этих больных нужна оценка парциальных функций почек, без этого оказать в полном объеме помощи, поставить диагноз практически невозможно. Трудности лечения на сегодня концентрированные растворы фосфатов практически отсутствуют или за очень-очень большую сумму можно покупать до сегодняшнего дня, проблема эта не решена, поэтому многие используют и за рубежом сейчас пишут одно-двух замещенный фосфонокислый натрий или калий используется как фосфатная добавка. В терапевтической службе, куда поступают больные, которыми мы наблюдаем, патологию не знают, они говорят рахит, отправляют к педиатрам, даже приходится иногда оформлять документы для ФТЭК. ФТЭК относится к этим больным очень-очень строго, и поэтому, хотя у них нарушена функция, у них требуется социальная помощь, они не могут обеспечить себе жизнедеятельность без препаратов, то есть все признаки для того, чтобы дать инвалидность, они существуют, с ФТЭК существуют определенные проблемы. Далее, если даже поставлен диагноз, диспансерное наблюдение проводится нерегулярно. Часто больные получают 2-3 месяца лечения, потом полгода, год они не получают лечения. Все, в этот момент весь эффект лечения положительный, сводится на нет, у ребенка усиливается деформация нижних конечностей и ухудшается основное заболевание. Ортопеды, которых мы любим и уважаем и относимся с большим почитанием, ортопеды не ориентируются на зоологические формы. Они не знают ни синдром Фанкони, как правило, они не знают за редким исключением гипофастемический рахит, у них есть вальгусная и варгусная и варгусная деформация. И они очень часто берутся за коррекцию этих деформаций, не проводя даже биохимического обследования. Ну и иногда хирургическое лечение проводится достаточно рано, а это приводит к рецидивам искривлений. Ну и конечно самая главная проблема, и мы это особенно чувствуем вот сейчас, когда мы сейчас слушаем на этой школе клинического мышления обследование редких больных, самых различных, где проводится полноценное генетическое исследование, это серьезная проблема. Генетическое консультирование было и остается сложной проблемой не только консультации генетика, но особенно и лабораторная генетика, для того, чтобы выявить те или иные состояния, которые можно поставить такой, я бы сказал, клиикогенетический диагноз. Это серьезная большая проблема. Ну, Казань не такая уж глушь, но тем не менее с генетикой достаточно сложно, потому что запись генетикой на несколько месяцев вперед, и приходится отправлять на обследование иногда этих больных, чаще всего в медицинские центры в Москву, но стараться надо, делать надо, и возможности в этом отношении они есть. Требует обследование дети, которые отстают в росте, с деформациями нижних конечностей, дети с болями в костях, суставах, мышцах, больные с нефрокальцинозом, больные с повторным переломом, со стопорозом, остеомоляцию, ну и если потеря зубов. Потеря зубов характерна для гипофосфатозии, я об этом сейчас не очень говорю, но при болезни Фанкония Дебродеттони тоже бывает потеря зубов, поэтому проводить дифференциальный диагноз вот в этом отношении нужно. Я заканчиваю свое выступление, я благодарю вас за внимание, мне очень хочется надеяться, чтобы после моего выступления вы сменили свою точку зрения о том, что это редкие заболевания, как и все заболевания притекают в тяжелой форме, которые встречаются действительно редко, но есть стертые формы. Минетрант из гена различная, и поэтому разные формы могут быть, и как я вам сегодня показал, где-то 6, 7, 8 форм, и гипофосфатомического рахита, и синдрома Фанкони, и почного табулярного ацидоза, все это больные есть. И я так думаю, я уже скажу то, что я с чего начал, вот сегодня, когда я сейчас выступал перед вами, то наверняка вы вспоминали, что в вашей жизни уже были такие больные, и что эти больные требовали такого внимания. Я очень надеюсь, что вы получили какую-то новую информацию, она будет вам полезна для вашей настоящей и будущей работы. Благодарю вас за внимание. Ассоциация Серано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информацией. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Серано образование станет ближе и удобнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова